Крым вообще уникальное место. В России, в Крыму самый свежий воздух. Сочи не такой свежий воздух, как в Крыму. Там, конечно, очень много заповедников. Я надеюсь, что их не будет трогать. Крым славится своей разнообразной растительностью. Там очень преобладает, очень большое количество разных деревьев, растений. Плодотворная земля, так как был чернозем, там завезен. Ну, что я считаю, что по поводу Крыма? Мне кажется, что Крым станет вторым в Сочи. У меня такое ощущение. Конечно, не Турция, нет. До Турции далеко. В Крыму все хорошо, сервиса не хватает. Сервис, конечно, хромает. И плюс, ты приезжаешь, допустим, в Турцию, есть такая услуга, как он инклюзив. И, в принципе, вот это людей подкупает. В Крыму дорогой бензин. По крайней мере, был. Я помню просто, когда я путешествовала на машине из Москвы до Крыма. Я сделала такой... Поехала на машине. Сколько это было? Полтора тысячи километров. Вот, проехала. И по затратам у меня получилось гораздо больше финансов. Ну, не гораздо, но, скажем так, больше финансов я затратила, чем бы я взяла путевку, допустим, в Турцию. И, собственно, поэтому люди берут, допустим, путевку в Турцию, потому что вот в Крым, ну, как не хотят ездить, потому что это может быть дорого, и нет такого сервиса хорошего. Но мне кажется, что все равно будет развиваться, так как Владимир Владимирович сказал, что Крым надо будет развивать. И он к этому делу очень, очень таких крупных бизнесменов привлекает. И они будут, собственно, развивать данную местность. Я думаю, что будут вторые в Сочи. Сейчас уже, в принципе, недвижимость в Крыму, она как бы взлетела, подросла. Мне кажется, что через пять лет будет все совсем по-другому. Но я надеюсь, чтобы не трогали заповедники и не срубали, и не строили вот эти вот космические отели какие-то неадекватные, потому что Крым тогда потеряет свою прелесть.